До сих пор дебаты ведутся по поводу того, нужен муж, нужно его присутствие в родах или не нужно. Раньше я бы ответила на этот вопрос однозначно, это здорово, что муж присутствует в родах. А сейчас, по мере набора опыта, у меня опять возникает вот все та же самая мысль, что все относительно. Все зависит от взаимоотношений в паре, и от того, какой муж, и что он там себе делает. И вообще, на самом деле, ребенок это плод любви, будем надеяться, что это плод любви, двоих людей. И отец влияет очень сильно на то, как проходит у женщины беременность. Отец должен взять на себя роль некого такого буфера, который находится между женщином и социумом, и дать возможность женщине сосредоточиться на тех внутренних процессах, которые в ней происходят во время беременности. Если этого буфера нет, и социум начинает оказывать свое мощное влияние на женщину во время беременности, вот здесь вот начинаются проблемы по типу, вот, а пуповина почему-то появилась там на шее у ребенка. И если какие-то происходят трения в паре, то женщина на самом деле даже сам виду не показывает, она очень пугается. Женщина во время беременности, рождения ребенка и кормления ребенку грудью очень зависима. В первую очередь, она зависима от поведения мужа. К сожалению, некоторые мужья, видя вот эту зависимость, начинают ею эгоистично пользоваться. И когда вот этот эгоизм начинает вылезать в момент беременности, а еще и во время родов, это, собственно, и является причиной абсолютного большинства осложнений, которые возникают. Поэтому, если такие проблемы существуют в паре, то лучше такому отцу на родах не присутствовать. Роды пройдут проще на самом деле. Бывают просто психологические особенности. У пары могут быть, ну, совершенно, скажем, идеальные взаимоотношения, но мужья бывают такими лидерами на самом деле, что они начинают стаскивать одеяло на себя и пытаться стать в родах главными. И это тоже сбивает процесс. Они не помогают рожать женщине, а они на себя вот оттягивают всю, скажем, энергию родовую. Это мешает. Интересный процесс родовой заключается в том, что он не прекращается. Вот пока женщина ребенка не родит, этот процесс, он вообще не кончается никогда. Нравится ей, не нравится. Хочет она отдохнуть, не хочет, но он не кончается. Он все равно будет происходить, пока не закончится тем, что родится ребенок. И в этом есть некая неизбывность, потому что это не спортивная тренировка. Все, ребята, я устал, пошел, отдохнул там, тоника попил, потом снова вернулся. Здесь такого нет. Здесь процесс просто идет, и его надо пройти от начала до конца и без всяких перерывов. А мужчина, он не может без перерыва. Он не способен на такие длительные нагрузки. Он в этом процессе участвует, участвует потом. Ой, извините, я больше не могу. Хоп. И вывалился. Иногда в самый ответственный момент вывалился. Вот мне всегда интересны мужчины-акушеры. И я не понимаю, почему они выбирают эту профессию. Они вываливаются из процесса зачастую. Очень редко. Тем более, что сами они не рожали. Как они могут понять суть? Мне непонятно. И вот если мужчина, все вот это вот понимая, берет на себя роль некого вот этого охранника, буфера между женщиной и социумом, если он создает, он создатель вот пространства и ситуации, в котором женщина должна себя вот чувствовать комфортно, для того, чтобы нормально, безболезненно, с любовью родить это дитя. Если мужчина вот это все понимает и способен создать такие условия для женщины, тогда роды протекают идеально. Для пары в принципе. И что интересно, что такие роды, они являются, это напряжение всех духовных сил. И для матери, и для отца в этой ситуации. Но если это вот гармонично происходит, это является неким катарсисом, который очищает взаимоотношения в супружеской паре. И с рождением ребенка они становятся еще более гармоничными, крепкими. До таких моментов, что люди перестают друг с другом разговаривать, не потому что не поругались, а потому что нет нужды. Вот взаимопонимание происходит на уровне телепатии просто. А бывает наоборот. Если дисгармонично протекают роды, и это может вообще разрушить отношения в конец. И за родами следует разрыв и развод. И такое часто наблюдается. И в принципе это не зависит от того, где протекали роды, в роддоме или дома.